По данным МВФ, банковская система Латвии по-прежнему остается хорошо капитализированной и ликвидной. Знамен на линии сегодня Дайнис, представитель CEB. Не так давно были представлены данные по торговому балансу. Какова ситуация в экспортном и импортном секторах Латвии на сегодняшний день? До настоящего времени экспортный сектор Латвии испытывал некоторые трудности, что, в принципе, вполне объяснимо. Данный сектор подвержен негативному влиянию со стороны внешних факторов. Экономическая ситуация в странах-экспортерах Латвии нестабильна. Например, возьмем российский рынок, который ввел санкции на экспорт наших товаров. Между тем, экономическая ситуация в России нестабильна. Соответственно, сегодня Латвия находится в поисках новых экспортных рынков. Им необходимо компенсировать отсутствие восточного экспортного региона. Невзирая на то, что недавний рост экспорта был небольшим, это уже довольно неплохие результаты. Премьер-министр Латвии Лаймдота Страюма объявила, что покидает свой пост. При этом она также отметила, что за время ее правления за 10 лет экономический рост страны увеличился на 3,3%. Уровень заработной платы повысился, также был отмечен рост объема инвестиций на 6%. Однако присутствует такое мнение, что ее правительство изначально было сформировано на зыбкой почве. Лично вы положительно настроены по отношению к экономическим перспективам Латвии. И как вы думаете, может ли такая неуверенность рынка негативно повлиять на динамику роста? Что касается дальнейших экономических перспектив в Латвии, на данный момент мы довольно положительно настроены. Уровень заработной платы продолжает расти. При этом уровень инфляции находится на довольно низком уровне. Люди тратят больше денег, потребительские расходы растут. Следовательно, мы можем рассчитывать на положительную динамику по экономическому росту в следующем году. При этом возникают вопросы в отношении эффективности фонда ЕС. То есть, правительство стремится к тому, чтобы более разумно использовать эти инвестиции. Сделать их более полезными и в долгосрочной перспективе. Это сложная задача, которая стоит сегодня перед новым правительством Латвии. По мнению некоторых аналитиков, новоиспещенные страны еврозоны, такие как Латвия, Кипр, Литва и Эстония, больше всего могут пострадать на фоне негативной процентной ставки по избыточным резервам. Дайнис, вы согласны с этим? Безусловно, это может привести к некоторым трудностям. Негативная ставка по избыточным резервам может положительно повлиять на страны южной части еврозоны. В данный момент у балтийских стран нет особых проблем с уровнем ликвидности и финансирования. Пока что мы находимся в стороне от этого негативного влияния. Одной из основных проблем для Латвии являются слабые темпы восстановления экономического роста в странах еврозоны. Как только экономическая ситуация в других странах еврозоны улучшится, это окажет восходящее влияние на уровень инфляции. При этом, стоит сказать, что текущая ценовая динамика положительно влияет на нашу покупательную способность. Мы платим меньше за импорт. Внутренняя экономика демонстрирует повышение цен. То есть, в принципе, нынешняя ситуация положительно влияет на экономику Латвии. Конечно же, отрицательная процентная ставка может привести к негативным последствиям. Но, скорее всего, что они не нанесут большой ущерб нашей экономике. Данис, большое спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня все. Оставайтесь с Двукоскопи-ТВ. Даня.